Доброго времени суток, дамы и господа! Вы на канале Игрызлой Электрой Гарманов. И сегодня мы обсудим недавно вышедший, ну как недавно, ну относительно недавно, шедевр, шедевр даже так скажем Wargaming, это калибр. Релиз у нас много раз откладывался, но вот в этом году наконец зарелизились они в бета-тесте, в открытом. В принципе, многим ему пророчили как бы убийца Warface, во-первых, невозможно убить то, что и так убито, а во-вторых, ну блин, как говорится, до Warface, конечно, ему далековато, совсем и интерфейс другой, и геймплей, так скажем, разительно отличается от Warface. Так что, ну как раз сейчас и посмотрим на этот геймплей. Ну что могу сказать, мы сейчас на стартовой странице, то есть это вот наш штаб, тут вот оперативников я показывал, поменять, это вот задания, какие вот есть, ну даются задания, за эти задания вам дают опыт для развития оперативника и соответственно вот эти вот синенькие пульки, не знаю что это, ну короче какая-то валюта местная, типа варбаксов в Warface. Вот, и за них прокачиваются оперативники, прокачиваются, вот самое, ну покупаются сами оперативники, вот, и вот и прокачиваются их неумения. Тут вот, пожалуйста, там можно прицел, короче, там вот, я недавно прокачал на свою пушечку Хенкеля, вот, это у меня купил вот самый оперативник Гром, когда при старте загружаешься, там дают тебе сразу местные валюты там на оперативника и такой донатной валюты тоже хватает, хватает как раз на оперативника. Вот я себе двух оперативников приобрел, скинов соответственно. Вот. Тут вот у нас как раз контактное меню, ну то есть можно, так же как вот в пабге, короче, сделано, то что с кем ты до этого играл, то пожалуйста он тебя список высвечивает, сможешь предложить, пригласить их в друзья, также поиграть с ними позже в пати. Пока в игре режимов не особо много, ну, зачистка, спецоперация и тренировка и ПВП. ПВП, ну, просто 4 на 4, фигачатся там, по типу подрыва. Вот. Атака, зачистка, ну, это просто миссии отдельные, одиночно выполняются. Спецоперация, ну, в принципе, те же миссии, только уже там можно убивать своих, и сложнее гораздо. Вот у нас сами, как сказать, оперативники. То есть тут нету оружия разного, тут, если хочешь другое оружие, ты должен купить другого оперативника, и соответственно у него другой набор оружия. Вот. У меня сейчас такой вот польский чувак из отряда Гром. Кошмар его зовут. Ладно, запустим тогда обычную зачистку. Ну, то есть это ПВЕ миссия против ботов. Вот, кстати, в правом нижнем углу показано количество игроков, играющих за определенные классы. Тут у нас 4 класса в игре. То есть штурмовик, поддержка, медик и снайпер. Вот. И, ну, по мере того, как играет, короче, в катку запускают именно 4 класса отдельных. То есть нельзя взять одновременно два класса каких-то. То есть только по одному. И вот как раз в правом нижнем углу показано, какой сейчас в катках, короче, популярный класс. То есть, допустим, сейчас штурм до конца полоска. Я вот сейчас штурмом, поэтому жду я долго. А если хочешь побыстрее, вот, кстати, запустился. Если хочешь побыстрее, чтобы запустилось, то нужно выбрать другой класс, который менее, так сказать, популярен. Так, у нас тут караван-сарай. Найдите и ликвидируйте командиров противника. Ну, если, все понятно, конечно. Зачистить, убить, ликвидировать, вся фирма. Ну, и там такие сопутствующие задания. Вот, по карте... Вижу стрелка! А, сейчас я... Заныкался чувачок в углу. По карте раскиданы патроны. Патроны, кстати, в игре тут... Тут надо беречь, короче. То есть, если ты воспользовался этим строном, с оружием, с патронами, то в следующий раз ты можешь воспользоваться через некоторое время. Либо надо найти другой. Я практически зашел с другой стороны. Так, а это вот наше задание. Там лежит чувак. С него надо выкачать информацию. Так, сейчас мне надо патронщиков на армию. Найдите и используйте устройство. Запущен таймер в взрывном устройстве. Вот. Обезвредьте первое взрывное устройство. Вы не против. В принципе, геймплей неплохой вполне. Конечно, движение фипискованное. Ну, а так-то стрельба не казуальная. То есть, все это как реалистично, более-менее. Ну, профика не хочу сказать, что хорошее. Ну, вполне на уровне. Тем более, то, что я, конечно, занесил свои параметры. Чтоб у меня с видео нормально снималось. Ну, тем не менее, даже и как нормально вроде так смотрится. Вот. Кроме того, что у меня вот есть оружие. Сейчас, наметку. Так, вот, нам надо разминировать бомбу. Заряд 1 вред. Заберите до точки эвакуации. Ну, такие вот несложные миссии, в принципе. Боты, кстати, тут гораздо умные. Ну, естественно, интеллект, как говорится, за визором присутствует. То есть, они и углоняются, и позиции меняют. То есть, не так уж легко в них попасть. Вот я сейчас пополню свой запас патронов. У меня вот есть стандартный автомат оружия. Хенкель. Потом у меня пистолет и спецоружие. Пистолет оружия появляется не сразу тоже, когда вот покупаешь у противника. То есть, оно там прокачивается. Как и все, короче, насадки, примочки на оружие. И другое. Но основное и дополнительное. Вот. Есть еще вот сам вот я юзаю на КУ. На КЮ, как правильно. Обилочка такая. Это когда я стреляю в противника, первым же патроном, которым я в него попал, я его, короче, оглушил типа. То есть, обездвиживаю. Ну, потом его легко расстреливать. Вот и у каждого оперативника, ну, есть своя какая-то обилочка там. Вот, я сейчас так интересно буду использовать. Пятый, рентомет. Знаете, вот едкий дым, что ли. Так, он их по чуть-чуть убивает. Раскидай мне. Пришлось сменить оружие. В основном направлении. Граната в укрытие. В принципе, это у нас уже задание последнее, потому что можно все выстрелить. Чуть, отстой. Но, кстати, обилочка не очень сильно помогает в бою, так что не забывайте их вижу. Машину очень взорвать. Через нее они подкрадаются, не вижу. Патрончики у меня закончились. Видать, понакидали дыму. Ну, играется вполне сносно. Конечно, вот как-то движение полно немного. Не так волеводка двигается, так как подкатиков нету. Прыжков тоже нету. Вот, этот прицеливаться можно направить на пумышку. Вот. Можно менять положение прицела. Ну, это там раскладка на клавиатуре. Все, вот мы победили. Ну, сказать, что это убийца Варфейса, конечно, ничего не сказать. Игра совсем другая. То есть, геймплей очень сильно отличается. Ну, а так, это самое, если, допустим, задрал этот Варфейс, бомбит уже, не знаю, в какой попе, то вполне можно расслабиться и тут погонять против ботов тем же. Пвп. Ну, мы пока сегодня, наверное, не будем пробовать. Потому что, не знаю, как он себя поведет. Да и... Тут, короче, присутствует своя связь. Ну, как, в принципе, во всех, наверное, проектах Wargaming. Вот. И можно, то есть, в своей команде спокойно общаться, либо там, ну, как-то тоже выставляется, как... Да, сейчас, в принципе, и в Варфейсе есть своя связь. Так и норовит меня. Тянет меня с Варфейсом сравнить. Хотя игры, в принципе, по-своему, совсем разные. Ну, давайте попробуем спецоперацию. Тут уже, как я говорил, все немного сложнее. То есть, уже ты можешь вести огонь по своим. И, соответственно, боты тут уже поумнее, понаглее, так сказать. То есть, жопа полнейшая. Ну, а спецоперацию, не знаю, вот после этой обновления мне ни разу не удавалось проходить спецоперацию. Что-то прям слишком они усложнили. Давайте пытаемся. Как-то вроде миссия не сложная. Уроны, блин, подкинули нехилой. Стреляю по стене. А это этот снайпер, короче, у него есть обилки подсвечивать врагов, которые находятся на определенном радиусе. То есть, можно видеть, где они есть, силуэты их не красные. Ух, ёпы, на театр был. Худем, а что? И будучи случай. Он хотел не рухаться на видео, блин, ну. Нифига они тут делали засаду, блин, рядом с патронами. Вот, ну, меня, короче, вывели из троллей, раз у нас есть медик, сейчас он меня будет воскрешать. Да, медик у нас есть, действительно. побывают такие индивидууми, которые не знают даже как резко. Нифто много. Так, это у нас снайпер отстреливается. Есть цель. Ааа, ка, блин. Поглядь, как они мне, блин, быстро стыгали. Даже мюшка за угол, сзади и обратно. Так вот оно и действует. И появляются эти боты из ниоткуда, блин. Как раз на спецоперациях прям, ну, сложно. Патроны мне полюбасу нужны. Получились. Чуще, мы будем охребать. Не по-детски. Они так, блин, стоят так тихо, блин. Кемпера сраной, пабгеры, бляха-моха. Стоят они, блядь, вход, пасут, падлы. Я вашу трубу шатал, блин. Да ни хрена я доползу по этой точке. Точно спеку собрал. Вот на таких вот спецоперациях конечно надо очень аккуратно играть. я, конечно, тут, блин, просто еще с вами пьюжу, блин. И так это самое внимание ослабил. Тима вроде такая, когда Тима, блин, хорошо тащит, то сам расслабляешься и начинаешь куней страдать, блин. И наоборот, блин, когда Тима, блин, вся тупить, ё-моё, ты начинаешь тащить. Никогда это вместе не получается. Ну вот у нас тут зона, надо эту зону нам защищать. Давай, забыл, не пускай, повысить. У нас тут уже заметит стерня. Вижу противника! Кроверкультур наверху еще. О, попробуй попали в него, Нет, сделали, конечно, неплохо. опа, гранату словил бы. Ай, поддержка рядом со мной. Блин, вспомнил я, надо было не было вот так сзади стоять, только с другой стороны. По-моему, в центр поперлись. вспомнил, вспомнил я, как тут играется. Бляяяяя. Ну же, что ли, ай, клик. одна пулька и все мы готов строю двое это что называется пиздец вот из нас зачмырили просто взяли кранатами закидали ходят блин это это фиаско статистика андрей вот по этому списку который недавно мы с ним играли он предлагает мне в пати поиграть выставился на сообщение но извини андрей а не в этой пати был это в предыдущей наверно зачистки извини андрей но не сегодня надо видосик дописать что можно сказать ну в принципе все вполне неплохо да это с прошлой пати андрей этот как он андрей ялта андрей ялта плохо что ну тот ник у меня короче злой электрик но это то что я был зарегистрирован в wargaming не в танки играл вот этот же аккад действителен то есть ну не зная насчет каких-то плюшек если ты в танки играл а депутат были там при старте какие-то плюшки но врать не буду точно не помню уже я как-то зарелизился вроде сам и посмотрел поигрался и забросил ее ненадолго и вот только буквально с последняя в новой начал опять задрачивается окно у нас при стандарте дается несколько императивных фото начальник так сказать рекрут они называются я так понимаю это просто омон короче вот и тут тоже их это четыре класса как раз некая развивается только до пятого уровня особых обилок нет но ими легко играется в принципе с вдх и хошно игра хорошая в принципе но еще расти и как сказать и расти много чего не хватает допустим мне бы очень хотелось если блин услышит разрабы чтобы появился хотя бы ближний бой в игре а блин потому что ну заканчиваются патронами ну просто чё блин ложись короче и помирай негде если взять и вот интересно если блин вот пвп блин у обоих закончились одновременно патроны и взять ниоткуда и чё блин ходить друг другу блин эти смайлики посылать махать ручкой на хех не было конечно такой ситуации но будет вполне же возможно так что поэтому как-то надо продумать хотя бы прикладом что ли ёбнуть не знаю так ну я кстати хочу это вот медика качнуть у него есть у кого есть дробовик ружье да просто интересный этот геймплей в варфейсе там у всех медиков дробовики ну как оружие класса а тут в основном у них ппшки ну большинство медиков вот только у грома у медика есть самая дробовичок сейчас набираю на него задрочу ну игра приятно играется как бог орехов много вот будем ждать обновь все-таки это бета-тест особо блин таких достижений пока не нету смысла ждать ну будем надеяться что скоро эти изменения все появятся совершенствует своим геймплей и количество всяких режимов вот на этом я думаю мы закончим знакомство с калибром возможно будущего что-то записываю если будут какие-то изменения в этой игре вот ну а так как всегда в окончании время нашего главного ютубера давай ютубер жги ставьте лайки подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик вот так вот всем доброго что у вас там всего короче как то так